мат культ привет всем не ждали мишенька победитель все российской олимпиады школьников по программированию или это называется информатики ну по информатике да и призер по математике вот и вышел на аи-я, ай-я-ти. ну короче international да аутом это осень а international что такое ну короче tournament informatics да ну там повезло конечно сильно но как говорил один герой фильма повезет тому, у кого петух снесет. Так что все зашибись. Вот. А сейчас мы выслушаем решение некоторых задач в Сероса по математике. Вот. Вот так. В Серос был очень странный, потому что там надо было решить 4. Ну, не шибко. Ну, типа, не то чтобы гробы. Гробовые задачи в целом. Не слишком сложные, но все очень разные в целом. И вот у нас 11 человек из класса ездило на Серос. И вот ну, каждый, кроме меня, получается, одну из этих задач не решил. Причем, некоторые не решили первые задачи, некоторые вторые с разных дней. И у всех этот набор различается. Но в совокупности как бы получается, что решить их было так, непросто. Но в целом все задачи были несложные. То есть, специфически все раз. Так. Ну, давай. 28 баллов — это призер. Как раз половина получается. Вот, значит, первая задача первого дня. Всех поразило. Я ездил перед этим на сборы в команду. Ну, подготовки. Команда «Длагерь» так называется на Истинском отдыхании. Да. И там, типа, мне все говорили, что Геома бывает ну, вторая, третья. В один день вторая, а в другой третий или четвертый. Как-то так. Ну, что-то такое. Но здесь Геома была первая. И вот это первая вещь, которая мне очень сильно повезла. Ну, и в целом, это вещь, которая мне сильно повезла. Потому что Геома я знаю не очень хорошо. Значит, условия. Баленков жаловался, говорит. Недооценивает твой сын Геому. Так на межнар не попасть, говорит. Ну, не попасть на межнар, когда это в это время по информатике. Так. Вот. Значит, условия. Дан параллелограмм. Параллелограмм. А, Б, С, Д. Угу. На стороне Б, С отмечены точки Е, И, Ф. Возможно, рисунок будет в итоге кривой, но неважно. Хоть я и ношу с собой распечатки всех этих задач, я ни разу в них так и не заглянул за все это время. Поэтому эксперимент абсолютно чистый. Отмечены точки Е, И, Ф. Ну, вот в таком порядке. И еще отмечено пересечение диагоналей. Ну, да. Это точка О. Вот. Известно, что если мы проведем АЕ и ФД, то окружность АОД Да. Ну, окружность. Да. Она будет их касаться. То есть вот здесь, то есть вот эта окружность касается вот этих двух прямых. Понятно. Надо доказать, что тогда вот такая окружность вокруг О, Е, Ф тоже и касается. Да. Условия понятны, да? Условия понятны. Условия понятны. Вот. В целом эта задача ну, очевидная на самом деле. Богдан ее решил примерно с прочтения. Ну и в целом. Вот. И значит, давайте перерисуем. Папа тормозит. Нас. Ну, хочешь ты туда гомотети устроить в ту сторону, как бы, ну, не знаю. Хочется гомотети устроить. Гомотети это, конечно, что-то интеллектуальное. Отсюда фигак, вот так, и оно туда. Нет, у меня, короче, доказывать надо. У меня в Олимпиадной геонетрии ровно один способ решения. Все задачи, которые я решил в Олимпиадной геонетрии, я решил этим способом. Ну, значит, давайте перерисуем чертеж. На сборах меня учили, соответственно, ну и не только на этих, избавляться от каких-то не очень, ну, каких-то плюс-минус лишних деталей, которые усложняют чертеж. Поэтому захотелось убрать окружности. Вот. Ну, что значит, что касание? Это значит, что у нас вот такой уголок равен вот такому уголку. Вот. Если вот так, то это касание. Что-что-что-что-что-что? Если как... То есть вот картиночка, у нас, соответственно, есть окружность. Да. Вот, в ней вписан треугольник и проведена прямое касание через эту точку. Тогда условие, ну, как бы признак и достаточный признак, это то, что вот такой уголок равен вот такому уголку. А-а-а! Конечно, они опираются на одну дугу, внешне касательные и этот. Да-да-да, помню такое, да. Угол, угол с этим всегда будет... Да-да-да-да-да-да, конечно, конечно, конечно. Ну, сходу, ну, короче, если немножко подумаю, то, наверное, в целом даже докажу, но не важно. Значит, да. Ну, да. Вот такая картиночка, мы ее используем. Понятно, точка едет сюда, угол все время один и тот же, значит, при деле тоже один и тот же. Вот и все. Так, ну, ладно, да. Значит, используя это, мы можем перерисовать наш чертеж как? Значит, вот у нас точка О. Так. Ну, и отметим, что вот такие углы равны. Да. И вот такие, естественно, углы равны. Да. Это я сделал мгновенно. А теперь... Ну, и большие углы равны. Теперь пошел тупеж. Ну, проведем, значит, вот эти тоже. Ну, по крайней мере, я знаю, что вот эти углы тоже равны. Ну, это, конечно, да. Ну, это и так было видно из касания. Нам нужно как-то использовать все данные в целом, обычно. Нам нужно использовать, что это параллелограмм. Да. Вот. У параллелограмма вот эти прямые параллельные, поэтому вот эти углы у нас, естественно, вот так вот. Ну, потому что вот этот равен вот этому. Да. Из параллельности. конечно. Хорошо. Кто-нибудь, наверное, многие уже что-то видят. Ты видишь, папа, что-нибудь? Сейчас, сейчас, сейчас. Ну, я вижу, что как бы вот эти четыре на одной окружности и эти четыре на одной окружности. Да. У нас вот эта вот штука, вот этот вот четырехколик, он вписанный. он вписанный. Потому что вот эти вот, опираются. Соответственно, углы, они опираются на одну хорду и равны. Да. Вот. И вторая, да? Он вписанный, но аналогично вот этот вписанный. Если что, то есть цветные, да. Ну и все. Нужен только факт вписанности, да? По сути, это все решение задачи. Как? А где же? Дальше мы можем считать углы просто. Ага. И вот, над этим, я думал, полтора часа. Над чем? Над считанием углов? Нет. А. Ну, короче, как-то просто решал. Ага. Когда я нашел, что он вписанный, я уже сразу в целом. А, понятно. Так. Ну что, давай быстренько выведем, действительно. Как же это тогда? Вот. И мой метод, я просто на всех олимпиадах, если я решаю геометрию, то я решаю ее через вписанный четырехугольник. Так. Так. у нас два вписанных четырехугольника. Значит, сейчас будем считать углы. Попробую нигде не ошибиться. Значит, тут альфа. Да. Альфа. Альфа. Да. Бета. 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 Нам что нужно доказать? Нам нужно доказать, что вот это вписанное, значит, аналогично у нас вот этот угол должен быть равен вот этому. Этому. И вот этот вот этому. Да, правильно. то же самое. Как вот здесь. Ага. Ну да. Хорошо. Пара-пара-пам. Ну, давайте это обозначим гамма. Тогда вот здесь у нас тоже гамма. Так. Почему там гамма? Потому что, соответственно, у нас вот вписанный 4-х вольник. А, он же вписанный. Все-все-все-все-все. Он вписанный забыл. Да, вот он. Значит, вот такие углы. Да-да-да, конечно. Так, гамма. Оптимально считать углы я, конечно, не умею. Так. Так, как-нибудь попроще бы это сделать. Лень считать. Гамма, 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 гамма. Ладно, хорошо. Гамма. Как-нибудь попроще. 180 минус альфа минус 2 бета минус гамма наверху. 180 минус альфа минус 2 бета минус гамма. Вот этот угол мы можем считать, да. 180 минус альфа минус 2 бета минус гамма. Значит, вот этот угол у нас из вот такого треугольника. Нет, вот из такого. ну я ну из вот такого можно тут 22 2 то же самое то есть вот это 180 минус альфа минус 2 бета минус альфа минус 2 бета минус гамма то аналогично вот это значит аналогичный этот но этот короче такой же сейчас потому что вот такой писаный да 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 это уже один из тех который нам нужно нам нужно теперь найти вот этот надо ой так откуда мы выцепим ну значит вот этот угол это из вот такого треугольника это естественно 180 180 у нас уже есть вот это вычлась бы это это альфа плюс бета осталось так вроде да давай посмотрим потому что альфа один раз в это два раза гамма один раз да альфа да 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 хорошо значит это альфа плюс бета и вот этот угол это естественно у нас будет 180 минус альфа минус гамма так сумма 180 180 у нас уже есть значит должно остаться бета плюс гамма кажется так потому что бы это плюс гамма плюс альфа плюс бета и вот этот угол из ростовосемь сальфинитаб этом гамма а вот это 180 в сумме спасибо альфа здесь гамма то бэда будет тогда отр Dallas некоторое доводство хорошо ну значит аналогично можно наверное вот здесь сделать да я все пытаюсь и все таки откуда вот этот возникну как-нибудь мы его стресс Сейчас мы считаем. Нам достаточно узнать вот этот угол на самом деле. А этот угол, вот такой угол, он равен вот такому. Значит, мы вот этот угол можем выразить. А, это можно, да. Тут α plus β, тут β есть. 180 минус α, минус β минус γ. 180 минус 2 α, минус 2 β минус γ. Если это угол t, то у нас 180 минус α, минус 2 β, минус γ. И плюс β. Это 180 винус фа минус β. Это альфа плюс бета и плюс t. Плюс t. t равно 180 минус 2 альфа. Минус 2 альфа, минус 3 бета. А, еще вот тут плюс бета. 1 бета, да. Бета сократилась, да. Значит, тут у нас ушло. Минус 2 бета, минус 2. Минус 2 альфа, минус гамма, да. Да. 180 минус 2. Не самое красивое решение. Так, а там есть красивое, да? Я не помню, кстати. Минус 2 альфа, да, минус 2 бета, минус гамма. Я уверен, что мы считаем необхимаемым. И что же дальше? Вот, хорошо. Ну, теперь мы знаем тот верхний угол, да? Да, теперь мы можем, например, посчитать аналогично. Ну, вот этот у нас такой же, как из-за вот такого. Из-за этого, да. Значит, уже вот тот мы знаем. Все, мы все знаем. Мы знаем этот, потому что сумму. Ну, да, понятно, что мы... Ну, в общем, дальше можно досчитать. Я думаю, что можно... Ну, короче, понятно. Ясно, что дальше все. Потому что, зная этот, который равен этому, мы знаем сумму этих, знаем вот этот. Вычисляя этот, 180 минус этот будет этот. И оказывается, что он тот самый, который этот, да? И все. Ну, и так же с другой стороны. Ну, видимо, понятно, да, все. Ну, в целом мы можем найти вот этот угол через вот эти? Да, да, да. Потом мы можем найти вот этот угол через вот эти. Соответственно, три. Да, да, да. Вот этот мы нашли. Этот и этот. Значит, мы нашли вот этот. Вот так вот. А значит, мы можем найти вот этот. Потому что у нас вот эти три известны. Ну, да. Ну, и вот этот, соответственно, тоже. Ну, в общем, да. А потом вот этот, потому что вот этот тоже известен. Нет, я имел в виду, что смотри, когда у тебя вот этот есть, а он вот этот. Да. То у тебя есть этот плюс этот. Ага. И значит, есть вот этот. А, тут внешний угол. Да, внешний угол. Ну, это да, это еще проще. Все. Все ясно. А, ну, в целом, можно сейчас проверить, что мы просто правильно посчитали. Тогда этот должен быть, соответственно, 180 минус, значит, это должно быть с суммой, да? Да, минус альфа, минус 2 бета, минус гамма. Все, все верно. Все верно. Сократилось. 180. Минус альфа. Альфа, минус 2 бета, минус гамма. Ура. Хоп. Хоп. Все. Все. Вторые аналогично. Все вписано. Зашиберц. Ну, короче, это уже досчитать. Почему бы не досчитать? Это последний угол в целом. Нет? Не последний. Ну. Вот этот мы ставим? Нет, не последний. Нет, бог с ними. Короче, понятно. Нормально. Понятно, вот это мы проверили. Все ясно, да. Короче, решение есть. А там аналогично, потому что в целом там... Интересно, какое было... Имел следу именно такое или все-таки другое? Но, наверное, все-таки начинается все именно с замечания, что у нас есть равенство вот этих углов и стирание действительно лишнего. Там можно без вписанного четверохгольника, кажется. Интересно, как Дима Вилов, наверное, на Школково разбирал. Я думаю, разобрали уже все, кому не лень, три раза. Ха-ха-ха-ха-ха. Так. Значит, вторая задача. Условия. Дано 20 чисел, стоящих по кругу. Вот они, значит, стоят. Да. Х1. Х1. Комбина. Х2. Комбина. Х3. И так далее. Х20. Х20. Вещественные? Натуральные. Натуральные. О-о-о. Вот. Известно, что хи плюс второе в квадрате равно ног хи т, хи плюс первое. Опа. Плюс ног. Ух ты. Хи т, хи минус первое. Ух ты. Так, вроде бы так. Ну, понятно, что если у нас вот это здесь переполнилось, то мы просто как бы по циклу идем. По циклу, да? Ой. Да. Ну, нужно, соответственно, найти все подходящие наборы х1 и так далее, х20. Блин. Так, ну давай так, значит, сейчас папа быстро думает. Вот ног. У тебя такие задачи должны нормально идти. Ног, да? Ног. Он, значит, соответственно, в худшем случае равен произведению. Он просто, но это худший случай. И, соответственно, если он равен произведению где-то, да? Если где-то все три подряд взаимно простые. То есть, если где-то все три подряд числа взаимно простые в каком-то месте окружите, то у меня хи выходит, и сумма этих двух равна хи. Плюс... Нет, не выходит. Нет, конечно. Так, папа сказал бред. Нет, 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 нет Капитан очевидность утверждает Да, значит что сказал папа Папа сказал, что вот этот ног Он делится на xi Да Ну и вот этот ног Тоже делится на xi Это значит, что их сумма делится на xi И значит, что вот это число в квадрате делится на xi Вот Да Это хорошо Это дает нам какое? Это дает нам Ну, а как бы это сказать, что они Они Ну, так, сейчас А xi Но с другой стороны Если я пойду по кругу 20 раз Xi плюс 4 в квадрате делится на xi Ничего не получу, кроме того, что xi В какой-то там степени Делится на xi Я прожжался по кругу Так, значит А, подожди Так, то бишь Вот это в квадрате делится на это Ну да, логично Так Это в квадрате делится на это То есть если есть простой делитель Какой-то у xi минус 1 То этот же простой делитель есть у xi плюс 1 Да, но это можно проще сказать Можно сказать, что если вот xi делится на p Да То xi плюс 2 делится на p Правильно, да, именно так Просто из вот этого свойства Ну тогда На p делится и xi плюс 2 Тогда у нас просто вот так Да, 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 да И так далее Ну да, то есть они по кругу все делятся на p Но тут еще один момент Если вот это делится на какой-то p И это тоже будет делиться на это p По условию Правильно? Да Но тогда сумма этих тоже делится на это p Да Это ты доказал, что Значит, ну ты пока рассказываешь в целом по моему решению Да Значит, что мы предположили Допустим, у xi есть какой-то простой делитель Да Тогда И у xi тоже есть простой делитель Да Но и у xi есть Да И тогда и у xi 19 есть Да, но теперь еще и у этого тоже Но тогда у нас, естественно, вот это число Тоже У нас x вот это делится на p Значит, у нас ног делится на p Да И вот это делится на p Значит, ног делится на p Но тогда вот это число так же опять делится на p Все, значит, эти все тоже делятся на p И, естественно, у нас вообще все числа делятся на p Да Если у кого-то есть какой-то простой делитель То он есть у всех Да Нифига себе утверждения, да? То есть они состоят из совершенно одинаковых простых делителей Да Осталось только понять, в каких степенях Вот Теперь следующее утверждение. Теперь можно попробовать понять. Теперь следующее утверждение. Я, кажется, понял. Я, кажется, понял. Сокращение всего на P ничего не меняет. Потому что ног вырез... А, нет, меняет. Нет, там что-то вроде меняется. Меняет, меняет. Ног двух только P сокращается, но не P2. Да. Так, да-да-да-да-да-да-да-да-да-да. Так, ну теперь их можно переписать как одно и то же. То есть я бы их переписал как одно и то же. P1 в степени альфа-1 и так далее. PR в степени альфа-R. И здесь просто разные наборы. То есть это так, это вот такой набор. Ну и, короче, последний. Их 20 наборов. Буквы алфавита больше, поэтому можно. И можешь подумать, какие именно P-шки тут могут входить. То есть сможет ли, например, сюда войти, например, 179? Могут ли они, какой-то из них делиться на 179, например? Ну да, предварительно совершенно непонятно, почему бы нет, да? Да. Предварительно непонятно, почему бы нет. Почему бы нет? Что же еще может здесь быть-то, а? А тут какой-то квадрат. Тут какая-то сумма. Да. Ног. Ну да, кажется, что он как бы ног вылезает. Вот тут, тут. Вылезает ног отсюда. Но он же равен, а не делится. То есть вылезает P, вылезает каждый раз. Блин, как же это сказать? Короче, вот эти все ноги, они все имеют такой же вид. P1 там степень что-то. То есть как бы сумма таких должна быть равна тоже тому же виду. Вот. Ну да. Это пахнет АБЦ-гипотезой. Тот, кто сочинял, видимо, исходил из АБЦ-гипотезы. Да, и решение это... Через АБЦ-гипотезу сразу следует. Докажите АБЦ-гипотезу во всей России. Слушай, все, расходимся. Реально красиво. Дело в том, что, ну, должно же быть как. Получается, что сумма такого вида двух выражений, она вообще редко будет выражением того же вида. Если только они не... Давай я попробую чуть-чуть намекнуть. Нам хочется, чтобы было хотя бы вот так. А тогда что будет? Но нам может что-то этому мешать. Сейчас. Хочется. Ну, чтобы было равенство, нужно хотя бы, чтобы было неравенство. Да. Квадрат. Но он сжирает некоторые тиски. Да, он сейчас, 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 ног сжирает. В худшем случае. Сейчас, значит, то есть, вот, если это, нужно взять в какой максимальной степени, да, идет P. Нет? Сейчас. Ну да, в худшем, да. Это так. Безусловно. Вот. Но. У этих чисел есть... Да. Они состоят из одинаковых делителей. Да, они состоят из одинаковых делителей. Поэтому у нас не очень достигается. Не достигается, да. Ну, если не есть. Да, 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 да. Ну, хорошо. Давай возьмем тогда XI-T максимальное. Да, да, да. Во-во-во-во-во-во, надо, конечно, максимальное взять, да. Это понятно, да. Надо взять максимальное, да. Допустим, ну, XI плюс второе, да. Да, 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 да. Самое большое, самое большое в квадрате, а здесь, соответственно, значит, тогда, да, хорошо, значит, ну, давай потихоньку рассказывать, значит, давайте возьмем, пусть XI второе это максимальное среди всех чисел. Да, да. Или одно из них. Да. Тогда у нас слева написано XI плюс второе в квадрате. Ну, XI-T пусть будет. Да, ну, хорошо, да. А слева, значит, у нас написано. На два мы сдвинулись, да. Это что? X и минус два. X и минус два. Ну, это хотя бы X, значит, вот так делить на их нот. Да. Плюс такое, да. И плюс, соответственно, то же самое, только относительно А минус три. Так, все, я понял. Внизу, внизу двойка. Вот, как бы, если внизу хотя бы тройка, то уже все. Да, что говорит папа, соответственно. Вот эти числа, они не больше, чем XI-T. Да. Значит, вот тут с обеих сторон у нас написано не больше, чем XI-T квадрат. И если у нас нот этих чисел, он хотя бы три. То все. Тогда у нас получается, что здесь X, соответственно, XI-квадрат. Да. Ну, если мы оцениваем сверху, делить на три. И плюс еще один XI-квадрат делить на три. И все, у нас не получается никак. И это меньше, чем XI-квадрат. Да, значит, нот. Но если у нас есть какое-то простое число, то оно есть гарантированно и от этих двух чисел. Да. Вот, значит, в эти числа... Значит, эти числа либо совсем взаимопростые... Не могут входить никакие простые делители, кроме двойки. Да. Ну да, если вообще никакие не входят, то это набор единиц, что неверно просто будет. Ну, двойки мы можем как сказать? Мы можем сказать, что единицы это два в степени ноль. Ну, в принципе, да, можем. И теперь мы что доказали? Мы доказали, что этот набор должен быть степенями двойки. Да, правильно. Это вроде понятно, да? Понятно, да. Все. Значит, еще раз. Это степень двойки. Мы берем максимальное. Мы говорим, что квадрат равен вот этому. Мы оценим вот это как XI-F в квадрате. Делим на нот. Если тут хотя бы три единицы, то у нас уже меньше. Даже при двойке нам нужно достичь равенства похоже, да? Теперь пусть у нас два. Все равно равенство. То есть должно быть равенство. Значит, у нас в степени двойки. Потому что там, где не равенство, там сразу даже двойки не хватает. Давайте возьмем, да, сделаем то же самое. Пусть XI-то это два в степени н. Такое, что н максимально. Да, 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 да. Тогда все равно там все равно что-то не так будет. Тогда. Да. Значит, у нас условие. У нас слева будет два в степени двойки. Два н. И это должно быть равно чему? Два. Два в степени максимум н. То есть это не больше, чем два в степени. Да, плюс еще раз. Ну, плюс два в степени н. Ну, это я сверху оценил. Да. То есть отсюда мы получаем, что два н. Оно должно быть меньше либо равно, чем н плюс один. Потому что вот это, это два в степени н плюс один. Ну, да. Ну, там меньше либо равно где-то нужно писать. Но в целом правильно. Да, н меньше равно единице. Вот. Значит, да, н меньше либо равно единице. Что мы получили? Мы получили, что у нас могут входить только единицы и двойки. Да, правильно. То есть два в степени ноль и два в степени н. Да, да. Только единицы и двойки. Ну и последний шаг. Пусть у нас входит единица. Хотя бы одна. А-а-а. То что? А-а-а. Ну, на стыке будет задница все равно. У нас слева. С левой границы с двойкой. Слева у нас единица в квадрате? Ну, да, да. Ну, собственно, да. Просто, просто. От права? Просто все. Один плюс один как минимум. Как минимум один плюс один. То есть это два. Один не может входить. Значит, единица входить не может. Остаются только двойки. А, и тогда все правильно. И проверяем, что это работает. Потому что два в квадрате. Охренеть. Это. Охренеть. Два плюс два. Да. Слушай. Ну, я бы добил ее, наверное. Ну, да. Чуть-чуть. Я бы посидел минут 10-15, наверное, добил бы ее, да? Да. В целом она несложная. Несложная, да. Итак, условия. Дана бесконечная клетчатая плоскость. И есть учительница и 30 учеников. Да. Ой, кошмар. Они ходят по очереди. Сначала ходит учительница. Потом 30 учеников. Потом еще учительница. Еще 30 учеников. В целом можно считать, что один человек, один ученик ходит 30 раз. Я вспомнил. Но это не важно. Итак. Итак. Ход это... Слышали, да? Стирание. Значит, играет учительница 30 учеников, ходит по очереди. Сначала учительница, потом 30 учеников. Учительница 30 учеников. Ну, да. То есть, как бы ученик 30 раз ходит. Значит, в чем заключается ход? Мы берем вот такой отрезочек. Любой. И можем его покрасить в черный цвет. Изначально все отрезки покрашены в белый цвет. Значит, мы его перекрашиваем в черный. Можно горизонтальный, можно вертикальный. Тот, который еще не был покрашен. Понятно. Да. Вот. В чем цель учительницы? Учительница хочет получить ситуацию. Либо вот такую, либо вот такую. Значит, что я нарисовал? Учительница хочет получить такую доминошку. То есть, квадратик 2 на 1. У которого вся граница как бы черная. Ну, то есть, черные отрезочки. Она обведена. Перекрашена уже. Да. А внутри клеточка не обведена. То есть, она белая. То есть, она хочет нарисовать какую-то вот такую штуку. Вот такую вот сверлику. Да. А ученики хотят помешать ей это сделать. Вот. Да. Ученики, соответственно, не хотят, чтобы она так не сделала. Значит, вопрос. Кто выиграет при правильной игре? Ну, да. Я, короче, тут ставьте на паузу, потому что это полная жесть. Она абсолютно, как бы, она абсолютно тривиальна, когда рассказываешь. Но, блин, как вот это понять? Я не знаю. Я такие не умею решать совершенно. Я вот из-за этих задач я заводил там всякие алимпиады. Разводила вас. Это полный привет, да. Ну, давай. Ну, давай. Значит, такое понятно. Значит, что я подумал? Я подумал. Ну, 30. Странное число. Поэтому. Н. Хочется сделать что-то с асимптотикой. Ну, то есть, хочется, чтобы асимптотически было. У учительницы потребовалось асимптотически меньше ходов, чем ученикам. Ну, да. Например, можно выделить какой-нибудь, например, прямоугольничек или квадратик. То есть, что может сделать учительница? Она, например, может обвести квадратик. В нем будет, соответственно, сколько? В нем будет Н в квадрате клеток внутри. Ну, и, значит, приблизительно, приблизительно Н в квадрат палочек. 2 на n на n минус 1, кажется, но это неважно. Да, порядок n квадрата. Приблизительно n квадрата. А на границе будет, соответственно, 4n. Константа на n квадрат, а тут 4n, да. Значит, если мы возьмем достаточно большой n, то учительница сможет обвести этот квадратик. До тех пор. И даже так, что там не останется, ну, останутся еще не закрашены. Пока непонятно, зачем нам это нужно, но в целом это уже, как бы, довольно интересно. То есть учительница может добиться того, что некоторый огромный квадрат будет полностью черной границей. Да, при этом внутри останутся не закрашенные белые клетки. Надо сказать, что если ученики будут при этом ей помогать, то только лучшее. Ну да. То есть, как бы, она будет спокойно тихо все окрасить мирно по ободке. Ну хорошо, теперь хочется попробовать что-нибудь придумать на этой конструкции. Я, например, придумал такой, ну, неправильный сначала. Придумал, например, бинарный поиск. Типа она высекает вот эту линию, ищет, где меньше было сделано ходов, идет вот в эту половину. Да, на самом деле, как с шоколадкой. Знаешь, детскую игру, да? Шоколадка 3 на 4. Оба по очереди ломают ее каждый кусочек на две части. Кто выиграет? Кто выиграет при правильной игре? Нужно, чтобы больше не осталось разломов. И там, как бы, там разводка в том, что вообще не важно, что делать, потому что ровно один из разломов будет, так как всего 12 кусочков. И поэтому нет никакой стратегии, в котором просто ломают и все, да. Вот, здесь примерно это самое. Но это не работает, соответственно, ну, потому что пока она будет рисовать эту черту, они все-то закроют, и понятно. Зато работает аргумент с шоколадкой. А потом я подумал, типа, если это... А как это вообще решать, если это не работает? А потом я понял, что решать уже и не надо. Потому что, если мы вот так ввели квадрат и закрасили его полностью, то посмотрим на момент, когда он стал полностью закрашен. И посмотрим на предыдущий момент. Когда была закрашена последняя линия, еще не закрашена. То есть, в предыдущий момент он закрасил какую-то последнюю линию вот здесь. Он или она, то есть, кто-то из учеников. Возможно, это был ученик, возможно, учительница. Я, кстати, не сказал, что после чего-то хода, возможно, ну, в целом, это, наверное, понятно. Тебе не спасло, да. А! Ну, в смысле, для условия. Не, 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 да. А, да-да-да-да-да. Ну, это, наверное, в целом, вроде, понятно, плюс-минус. Вот, посмотрим. В предыдущий момент времени тут была не закрашена ровно одна вот такая палочка. Ну и все. Но она была не на границе. Потому что мы ее изначально закрасили. Значит, опа! Промент ученица уже победила. Доминошка. Ура! Да, это дикая разводка просто вообще. Вот, и все. Значит, что и учительница просто нужно закрашивать постепенно внутренность. Интересно, кто автору? И ждать. А ученикам очень интересно. Да. Ну что же, давай. Последняя задача. Она более такая техническая. Последняя решенная тобой задача, да? Дан. Так. Многочлен P от X. По-моему, с любыми коэффициентами. Целыми или вещественными? Или комплексными? С любыми коэффициентами, да. Видимо, все-таки вещественными, да? Комплексных не бывает. Да-да, квантернионы. О, квантернионы. Кажется. О, да-да-да-да-да. Так. Так. Вот. Известно, что... В другую сторону. В смысле так? Ну да, принадлежит. А, ну нет. Я, короче, имел в виду стрелочку, но если принадлежит, то так. Ага, так. Невально. Значит, известно, что P от P от P от X равно P от X. А-а-а... Для... Не для всех чисел. Не для всех чисел. А для... Для, соответственно, N в кубе... Опа. Различных X. Ку-ку-ку. Да. Вот, кстати, я не уверяю, что красный херст. А что доказать? Итак, значит, нужно доказать, что вот эти N в кубе, как бы, корней этого уравнения... Доказать, что N в кубе корней. Можно разбить на две группы. То есть, вот мы их разбили. Да. Так что в этих группах одинаковое равное среднеарифметическое. Вроде ничего не забыл. Так. Одинаковое среднеарифметическое. Да, то есть вот тут какие-то X1. Так. X2 и так далее. Тут. И у них одинаковое среднеарифметическое. Внезапно. Что мне приходит в голову? Я ее тогда уже видел, но ты помнишь, что мне тогда сразу пришло в голову следующее что? Не помню. Многочлен, который стоит слева, ровно степень N в кубе. Да. Ну, это да. Это в целом, наверное, всем приходит в голову. Короче, думайте, да. Думайте. Поставили на паузу, отжали паузу. Значит, если я составлю уравнение P минус это равно нулю, то это тоже будет N в кубе степени, потому что справа N. А значит, распадается произведение. Да, я забыл сказать, короче, что N, N это дек. Ну, это понятно, да. От P. Дек P. И она больше единицы. Да. Ну, если у нас один корень, то его, конечно, разбивать интеллектуально. Да. Так, значит, начнем с того, что разница между ними является произведением N в кубе экземпляров X минус альфа. Да. Значит, что говорит папа? Папа говорит, что у вот этого многочлен, но у него степень N в кубе. Ну, понятно, почему. Да, у композиции всегда берется, да, степень, степени, да. Значит. Ну, ровно столько. Да. Если они все различные... Значит, он может быть представлен вот в таком виде в целом. Сейчас я... Дин, так далее. X минус N в кубе. Да. Да. Ну, давай я сразу что-то скажу. Так. Что мне хотелось сделать? Мне не хотелось, короче, P от X быть равным, равным быть P от X. Вот. Поэтому я решил как бы распараллилить задачу. Ну, я захотел, чтобы у нас было скорее равно X. Если бы это, например, было равно X, было бы удобнее. Вот. И значит, что я сказал? Да, если P от X равно X, то P от P от P от X равно X. Да. Значит, я сказал, что мы можем записать два вот таких вот уравнения. Да. Ну, давай тут Y. Да. И P от X равно Y. И теперь заметим, что вот, ну, каждая X, которая сюда подходит, для него, соответственно, если мы поставим P от X, это как раз будет какое-то из Y. Ну, и наоборот, соответственно. Ну, то есть, что мы делаем? Да. Да. У нас как бы вот это выносим как отдельное число. Да, вынесли. Да, и говорим, что если P от P от P от X равно P от X, то P от P от вот этого числа Y, оно равно просто этому числу Y. Ну, да, 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 да. Вот, это, соответственно, вот это условие. Так. Ну, и вот это условие, соответственно, все X. Так. Так. Вот. Но вот эти, они как бы довольно независимые условия. Значит, следующее соображение. Пока кажется, что просто, ну, разбили на две части. Да. Следующее соображение. У вот этого должно быть N в квадрате Y. N в квадрате штук Y. А вот этого должно быть N штук X. Ну, да, то есть не больше, но меньше не может быть, иначе мы не наберем сколько надо. Почему? Потому что вот здесь у нас N в кубе. Да. Значит, вот здесь у нас степень этого многочлена, она N в квадрат. Да. Значит, у него не больше N в квадрате Y. Да. А здесь, соответственно, N просто. Да. И значит, не больше, чем N штук X. Но если у нас хотя бы где-то разница не достигается, то у нас всего этих корней, всего X подходящих, их будет меньше, чем N в кубе. Потому что им перемножение. Да, 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 да. Значит, мы выяснили, что у нас существует вот таких вот N в квадрате штук Y. Да. Ну и для каждого Y у нас существует вот такие вот группы корней. Да, правильно. Н штук X. Да. Да. Значит, это в целом тоже понятно. Так. Поехали дальше. Да. Давайте попробуем просто, естественно, решить. Значит, если вот тут N штук X, то это нам сразу что говорит? Это нам говорит, что P от X минус Y. Да. Это, соответственно, их произведение. Ну да. А X минус Y. Ну и на константу. Да, и альфа 1 там и так далее. Да, да. С 1, да, и так далее. На X минус X N, грубо говоря. X N, на константу. По теореме Безу. Ну да. Вот. Теперь нужно заметить последнюю вещь. Угадайте, какую. Сумма коэффициентов отличается от среднего альфметического. Если мы возьмем коэффициент. Если мы начнем раскрывать скобки, у нас что будет? X N минус X1 плюс. Да, 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 да. Вот от этого, да, да, да. Плюс X N. Ну и там плюс что-то еще такое. Да, там еще K где-то. Ну и домножить на K. Да. Но вот это число, вот это число это что? Это сумма всех корней в этой группе. Да. Ну, тут домножение на K и минус. Но заметим, что мы заметим. Это число всегда постоянное. Для любого Y у нас вот этот коэффициент перед... Аааа! И X N минус 1. Я чувствую что-то вокруг, 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 бегаю вокруг, бегаю вокруг. Это одинаковое уравнение. Это как бы N квадрат одинаковых уравнений относительно любых коэффициентов. Вот здесь у нас меняются Y, но при этом изменяется только свободный коэффициент. Все, только свободный, да. А так как N больше одного, так коэффициент перед X степень N минус 1, он остается одинаковым. Все, эти группы все одинаковые. И значит, у всех групп одинаковая сумма. Ну и количество в них числа тоже одинаковое. Да. И все. Мы можем просто взять любое разбиение. Вообще любое, да. Ну, любое разбиение так, что мы берем все числа из одной группы в одну. Целиком, да. Например, мы можем взять вот сюда все числа из первой группы, а вот сюда все числа из остальных групп. И со второй по N квадрату. Да. И понятно, что среднеалепетическое будет дина activity. Да, это офигенно. Это офигенно. Красиво, да. Офигенно красиво на понимание алгебры. Это бы я тоже добил, конечно. Да. Итак, третья задача. Третья это просто... ААААААААААААААА!!! Условия. Данные числа N и K натуральные. Причем N больше 20 внезапно. Внезапно. А K больше 1. Да. И что известно? Известно, что n делится на k квадрат. Да, вот я должен сказать, что вот этого заума, надо довольно вот еще быстро понять, что просто утверждается, что рассматривается число n, не свободное от квадратов. Да. И все, и больше 20. Вот. Да, так. И на этом условие заканчивается. Теперь идет, что нужно доказать. Доказать, что существуют a, b и c, такие, что, ну, во-первых, принадлежащие натуральным, да, такие, что n равно a, b плюс b, c плюс c. То есть любое число, не свободное от квадратов, представляется в виде a, b плюс b, c плюс c, а. Это жесть какая-то. Запутались. Да, тут коэффициент зацепления нетривиальный. Ну, короче, вот я умолкаю, потому что я просто не понимаю даже, как ее начать решать. Ну, понятно, что быстро там какие-то обычные случаи очень быстро там, что... Понятно, что можно разбирать миллиард случаев. Да, каких-то конкретика там, по-моему, если нечетные сразу же, да, получается. Или чет... Да, если нечетные, то тут же 1, k и k, да. 1, k. 1, k, k. Нет, сейчас... Получается только... Нет, неправильно, да, я неправильно сказал. 1, 1, k. 1, 1, k. 1, 1, k. 1, 1, все-таки n, минус 1, половина. То есть, если n равно 2k плюс 1, тогда, пожалуйста, a равно b равно единице, c равно k, все. Только почему k? Ну, потому что... А, вот это, у тебя просто уже есть. Ой, блин, да. m. Я всегда, я всегда... Я всегда тоже путаю переметы и называю их по-разному. Ну, в общем, 1, 1, n минус 1 пополам годится для любого нечетного. Ну и что? О, а дальше-то что, да, что с чётными делаешься? Или, например, я сама 8-м число, которое делится на 4, кажется, тоже. Да, а то там что-то быстро тоже, дважды два, там, но... Да, но это всё разбор случаев. Всё, да, это всё разбор случаев. А что делать вот... А вот нужно решить... Ну, там, правда, тоже нужно разбирать случаи, но нужно разбирать правильные случаи. Ну, в общем, это крутяк. Ребята, это крутяк. Думайте. Полное решение не знаю, поэтому рассказывать не буду. Не знаю, мы не рассказываем. Может, когда-нибудь я, если я его решу, или если я прочту, да, да, если я решу или прочту, я как-нибудь расскажу. Вот, и бонусом в разборе сказано, что чисел, которые не представляются... В таком виде. Вот в таком виде. Да. Их гарантировано не больше 19. В смысле, во всей числовой прямой? Да, вообще. При этом 18 из этих чисел, они меньше 500. А вот 19 число до сих пор не найдено. И если я правильно помню, то, что оно существует, противоречит обобщенной гипотезе Риммана. А-а-а-а! Как? 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 То есть гипотеза Риммана означает, что нашли все такие числа. Ну, кажется, что так. Я, кстати, не помню про что она, но... Вот это, понимаете, вот это все. Это просто полный привет. Вот как это может быть, понимаете? Вот она, математика. Кстати, можешь сказать в целом про гипотеза Риммана. Гипотеза Риммана говорит о том, что все комплексные корни... Но есть такое комплексное возведение в степень, по некоторым правилам, и есть такое аналитическое продолжение, которое может помочь вот эту функцию определить везде, кроме числа s равно единице просто, вот комплексного числа s равно единице. Все остальные комплексные числа вполне определенным, понятным образом могут быть подставлены сюда, и получится некоторый результат. Мы решаем вот такое уравнение. Можно писать в фильме плюс-бонус гипотеза Риммана. Вот, и гипотеза Риммана утверждает, что все положительные корни, положительные имеется в виду, что с положительной вещественной частью комплексного числа, все поголовно лежат на прямой 1-2, да. То есть все, и известно триллионы корней, которые лежат на этой прямой точно, и ни одного корня не лежащего, все в этой полосе, по-моему так, в этой полосе, все корни в этой полосе, все лежат на этой прямой. По-моему, отрицательные корни минус 2, минус 4 и так далее, если я не ошибаюсь. Но здесь я могу и ошибаться, если я не помню. Я тоже могу ошибаться, что это вообще, но вроде бы так. Самая великая проблема математики, безусловно, однозначно с точки зрения более-менее всех. Вот так. Это единственная проблема, которая была проблемой Гильберта и стала проблемой Клея. То есть перекочевала. Из 1900 года в 2000. Вот так. Так что да, да, вот такие вот дела. Ну что, спасибо, Мишенька. Маткульт, привет!